Здравствуйте, товарищи! Переводим тест на измерение критического мышления. Тест состоит из четырёх частей. Перед каждой частью теста будет приведена инструкция. Приведена. Выполнение заданий не ограничено по времени. Среднее время выполнения теста – пятьдесят минут. Пожалуйста, учитывайте, что лянуться к пройденным заданиям невозможно. Поэтому будьте внимательны. Отверждая свой ответ. Отверждая свой ответ. Система фиксирует ответ на вопрос при нажатии кнопки «Дай». В случае разрыва соединения или нажатия на кнопку «Прервать» тестирование можно будет продолжить по той же ссылке. Система вернёт вас к вопросу, на котором вы ранее остановились. Наполея на технические требования для стабильного прохождения тестирования. Что такое такое? Отложить. Обратиться. Первый блок состоит из девяти заданий со списком утверждений, утверждений и Дены для всего данного блока. Для ответа на вопрос неотвестиво прочитать все утверждения. Важно, некоторые утверждения основаны на реальных данных, имена и названия изменены. Вся информация, представленная в утверждениях, может содержать некоторые фактические неточности и допрещения. Она не отражает позицию автора теста. В том случае, если ваши взгляды и убеждения отличаются от представленных в тексте, старайтесь рассуждать и отвечать в контексте задания, в контексте «О Господи!». Шик-шик-шик ознакомлен, прерывать далее, рвать далее, пояс, 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 может, нехорошо, выберите утверждения из представленных книжек, которые содержат мнение. Марк Кидман, сооснователь рабочих чатов. Это как быть на совещании длиной в целый день, без ясного количества участников и повестки дня. Исследование показало, что рабочие чаты способствуют выборанию женщин, у которых есть дети. Мы обнаружили, что уровень стресса у женщин с детьми постепенно увеличивается, поскольку им приходится буквально жонрировать рабочими задачами и заботами о детях. Сообщила автоисследование профессор Натали Нейнтон. Вопрос 20-го года показал, что каждый третий опрошенный 34% на рабочем месте готов отказаться от телефонов сломков в пользу переписок мессенджеров. Как показалось следование сервиса Рабочий.ру, 90% всех респондентов постоянно присутствуют в рабочих чатах. Чаты фактически становятся своеобразной группой поддержки, в которой люди могут поделиться тем, что их беспокоит в рамках работы, отмечают психологи. Глава крупной нефтяной компании отметил, что для российских компаний общение по работе в мессенджерах самый оптимальный вариант, потому что нет ни одного доказательства, что коммуникация в них негативно сказывается на продуктивности сотрудников. Общий чат – это самый лучший способ создать видимость активной работы, а не работать на самом деле, считает эксперт полуэффективности Николай Миронов. В исследовании на базе компании Global Camp было обнаружено, что мессенджеры являются более предпочтительным видом коммуникации, чем корпоративная почта в общении по видеосвязи. Этой позиции чаще придерживаются мужчины среди сторонников мессенджеров, мужчины и только сотрудниц женского пола. Вопрос распространяемый в рабочих чатах показал, что более 90% сотрудников компании используют мессенджеры в качестве инструмента делой коммуникации. В процессе мониторинга «Профессор» МАП «Книги», посвященная МАП «Работоспособность» отметил, что общение в мессенджерах затрудняет прогресс в работе и позволяет сфокусироваться на решении задач. Для каждого направления деятельности, даже в рамках одной организации, полезность общения в мессенджерах может и отличаться. Так, для сотрудников из мессенджеров, пока вы более полезны, чем на сфокусирование, прокомментировал руководитель, щерк на прожжение. Новость о корпоративном портале. Большая часть российских компаний уже сделала выбор в пользу замена рабочих чатов на специализированные программы. Нам пора принимать опыт успешных коллег и переходить на новый формат общения. Эксперимент, проведенный в перми, показал, что одну и ту же задачу на живом собрании рабочая группа решает в среднем царе. Вы видите утверждение, которое в большей степени опровергает тезис о том, что рабочие чаты являются источником нервного напряжения. Вы видите утверждение, которое в большей степени опровергает тезис о том, что рабочие чаты являются источником нервного напряжения. То есть оказывают, что не являются источником нервного напряжения. Вот уже чаты, в большей степени. Как-как? Проранжировать эти все утверждения надо, что? Что значит в большей степени? Что за идиотизм вообще? Вы видите утверждения, которые в большей степени опровергают тезис о том, что рабочие чаты являются источником нервного напряжения. Это как быть на совещании длиной целый день без ясного количества участников. Я приведу к аюрскому. Господи, они что-то же самое? Эксперт? Новость? Да, то же самое. Господи. Ну доль какая. Те же самые ответы. И другой вопрос. И что так, девяносто так? Каких вопросов? Вот ребятам лень создавать тесты вообще-то. Лень и все. Положили на создание и все. Ай, еще это не показалось, что рабочие чаты способствуют ударанию женщин. Опрос показал, что каждый третий опрошенный на рабочем месте готов отказываться от телефонных звонков в пользу переписок мессенджера. Постоянно присутствует работающих чатов. 90% работающих чатов. Чаты фактически становятся своеобразной группой поддержки, о которых дети могут поделиться. И как и все. Вот крупная нерв тема. Потому что король, третья опрошенная. На рабочем месте я буду отказываться от телефона за король, колго, перебись. Самый оптимальный вариант, потому что нет для многоказательств, чтобы играться. Общий чат. Это самый лучший способ создать видимость активной работы, а не работать на самом деле. В исследовании на базе компании. То, что продуктивность не влияет, это не значит, что не влияет на стрессы. Глава крупной нефтяной компании отметил, что для российских компаний общение по работе в мессенджер – самый оптимальный вариант, потому что нет для многоказательств. Общий чат – это самый лучший способ создать видимость активной работы. В исследовании на базе было обнаружено, что мессенджеры являются более предпочтительными видами коммуникаций, чем корпоративная почта и общение по видеосвязи. Этой позиции чаще придерживаются мужчины среди сторонников массовых мужчин. Сотрудник чаще. Вопросы с просоединяемые в рабочих чатах и конкурсове – 90% сотрудников они используют мессенджеры, почтительные инструменты, деловые коммуникации. В процессе мониторинга в корпорациях выявлено, что благодаря рабочему чату сотрудники сильнее ощущают участие в рабочем процессе. Обсуждение общих вопросов непосредственно с работы не связано, улучшает эмоциональный микроклемат в коллективе. Профессор в книге отметил, что общение мессенджер затрудняет прогресс в работе, не позволяет фокусироваться. Для каждого направления деятельности и даже ланговодной организации полезность общения мессенджера может отличаться. Так что для сотрудников IT-отделов мессенджера оказываются более полезные мессенджеры, чем для сотрудников отделов АУК-керри. Новости на корпоративном портале. Общая часть российских компаний в Польше вы сделали выбор от замены рабочих чатов на специализированные программы. Нам пора переменить опыт успешных коллег и переходить на новый формат учения. Эксперимент, проведенный в фирме, показал, что одну и ту же задачу на живом собрании рабочая группа решает в течение 20 минут, тогда как дело решения в рабочем чате уходит около 40 минут. Большая часть российских компаний уже сделала выбор в пользу. В большей степени я провел тест о том, что рабочий чат является источником явного напряжения. Выберите утверждение, которое является аргументом, утверждающим позицию, высказанным утверждением. Выберите утверждение. Общий чат – это самый лучший способ создать видимость активной работы, а не работает на самом деле, считает эксперт по эффективности Николая Миронов. Выберите утверждение, которое является аргументом, подтверждающим позицию, высказанным утверждением. Выберите утверждение. Нет, ничего не выберите утверждение,Его вещая. Продолжение следует... 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 И так за вашим писанием сотрудничать с женщиной. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok upstairs ДimaTorzok ДimaTorzok Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Третий блок содержит задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа и задания на совместение с инструкцией о футболке. Третий блок – соотнесите когнитивные искажения из белого столбца таблиц с пословицами и правилами из правого столбца, которые иллюстрируют или объясняют их смысл. Для каждого когнитивного искажения найдите одну пословицу. Обратите внимание, что одна пословица должна остаться не в упражнении. Вера в спрыг. Дала эффект. Общее впечатление о человеке влияет на оценку его отдельных характеристик. Продолжение следует... По-моему, ничего не отражает, не объясняет. В разбор палка стреляет, и палка стынет. Работы не могут влезнуть. Бежит земля крупы, все вернутся. Чекам возу швичок не велик. Не все то золото, что блестит. Как тут? А, вот. Полышит общее впечатление, а человек влияет на оценку его отдельных характеристик. Не все то золото, что блестит. Нет, он как-то не очень как-то. Как-то не так как-то. Дал эффект. Общая петна. Слепого петна, когнитивное искажение, которое мешает нам замечать наши собственные ошибки. Этик. 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 И вставленные вечно для них. Время поступает от рима. Веч omg. Веч omg. И вечно вечно для них. Время поступает от римы. Веч. Человек считает, что дело или вещь, которую в себе отстал, он создал более, чем вещи, которые создали другие. Каждый валит своего коня, господи, ну черт подери, ну кто это вообще придумал? Эффект Таннинг Крюгера. Люди неверно оценивают свои возможности и компетенции. Себя мнит выше крыши, а у самого из крылечка голова кружится. Обратите внимание, что одна пословица должна остаться невыбранной. Эффект Чёрный Лебедь. А Чёрный Лебедь, ну пруду, чего-то, как будто вам мог. Эффект Чёрный Лебедь. Событие изначально кажется трудно прогнозируемым, но постфактум оно воспринимается вполне логично. Вера в справедливый мир. Человек верит в то, что люди получают то, что заслуживает в соответствии со своими личными качественными поступками. Человек вернётся. Человек вернётся. Общее впечатление человека влияет на оценку его отдельных характеристик. Раз в год и палка стреляет. Работа моего в лес не убежит. И всё то золото, что блестит. Бед какой-то. И чё-то мы пропустили. Вера использовала мир и веру. Ранее, как крикера. Вы выбирали то, что трудно прогнозируемым, но постфактум оно воспринимается вполне логично. Событие вначале кажется трудно прогнозируемым, но постфактум оно воспринимается вполне логично. Раз в год и палка стреляет. Не всё то золото, что по берёзке будет. Общее впечатление о человеке влияет на оценку его отдельных характеристик. У меня тут большой натяжкой. Ну-у-у. Далее. Какие из указанных ниже предположений можно сделать с большой вероятностью прожедщины? Какие из указанных ниже предположений можно сделать с большей вероятностью прожедщины, которая занимает прочность директора международной онлайн-школы по изучению странных языков в распороденном нижнем наукраде? Выберите списка ниже верный вариант. Ответ. Она живёт в нижнем наукраде. Она живёт в нижнем наукраде. Она живёт в нижнем наукраде, обладает лидерским качеством и стратегическим мышлением. Она живёт в нижнем наукраде, знает несколько языков, обладает лидерским качеством. Какой из указанных ниже предположений можно сделать с большей вероятностью прожедщины, которые занимают должность директора международной онлайн-школы по изучению странных языков, в предположении в нижнем наукраде. Это же предположение, что она знает несколько языков, обладает лидерскими качествами. Но она может и не знать вообще никаких языков и не обладать лидерскими качествами, а просто жить в нижнем наукраде и всё. Может, она отдавела и школа перешла ей по наследству от мужа вместе с должностью директора. Может, она владелец и сама себя назначила директором. Кто её знает? Мы её вообще не знаем. Чего вы к нам пристали? Выберите утверждение, которое логически следует из предпосылок ниже. Ни одна рекомендация для представителей преподавателей не является важной. Ни одна рекомендация для преподавателей не является важной. Некоторые рекомендации для преподавателей от ректора. Увидите утверждение, которое логически следует из предпосылок ниже. Все важные рекомендации – это рекомендации от ректора. Некоторые рекомендации от ректора не являются важными. Некоторые важные рекомендации не являются рекомендациями от ректора. Все рекомендации от ректора важны. Ни одна рекомендация для преподавателей не является важной. Некоторые рекомендации для преподавателей от ректора. Все важные рекомендации это рекомендации от ректора. Некоторые рекомендации от ректора не являются важными. Некоторые важные рекомендации не являются рекомендациями ректора. Все рекомендации от реактора важны. Все важные рекомендации – это рекомендации от реактора. Некоторые рекомендации от реактора не являются важными. Ни одна рекомендация для преподавателя не является важной. Некоторые рекомендации для преподавателей от реактора. Некоторые важные рекомендации не являются рекомендациями от реактора. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Некоторые рекомендации от ректора не являются важными Некоторые важные рекомендации не являются рекомендациями от ректора Все рекомендации от ректора важны Некоторые рекомендации от ректора не являются важными Все рекомендации от ректора важны Все рекомендации от ректора важны Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все рекомендации от ректора важны Все рекомендации от ректора важны Все рекомендации от Виктора Ваши. В представленном тексте выберите фрагмент, который является аргументом. Поскольку работодатели требуют от команды кандидатов. В Onsenança Возвращение Приберем Продолжение следует... 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 Бегло просматривает информацию. В документе иногда он может не досмотреть разделы до конца. Георгий внимательно читает документ. Он выбирает полезную информацию, пропуская стандартные формулировки. Михаил вникает в каждую строчку документа. Он перечитывает неоднозначные моменты договора, делает пометки и может обратиться к его составителю с вопросами. Михаил, где Георгий? Георгий внимательно читает документ. Он выбирает полезную информацию, пропуская стандартные формулировки. Михаил вникает в каждую строчку документа. Он перечитывает неоднозначные моменты договора, делает пометки и может обратиться к его составителю с вопросами. Фотограф, с которым Герои договорились о съемке мероприятия, Прислал им договор на оказание услуг, с которыми герои договорились в съемки мероприятия, прислал им договор на оказание услуг. К поведению какого героя было бы ближе к вашему поведению, похоже в ситуации, вы верите в отреческий урок. Прибор бегло просматривает информацию от документов. Иногда он может не досмотреть разделы до конца. Анатолий внимательно читает документ, он выбирает полезную информацию, пропуская стандартные формулы. Роман уникает в каждую строчку, он перечитывает неоднозначные моменты, говорит пометки и может обратиться к его составителю с вопросом. Уникает хорошо. Бея искает в чьи вне приложения на мобильном телефоне. Оказалось, что необходимо подписать пользовательское соглашение. К поведению героя при скачивании приложения на мобильном телефоне. Внимательно читайте. Поведение какого героя находится в процессе выбора нового автомобиля. Поведение какого героя было бы ближе к вашему поведению, похоже в том, уберите подходящий кружок. Кирилл при выборе товара изучает десяток источников информации. Он ищет противоречивое мнение, стараясь узнать все нюансы и приходит к решению о покупке, когда получит достаточно агментов на это действие. Кирилл перебирает два-три источника для принятия решения. Ему важно узнать и сравнить несколько мнений, которым он доверяет. Кирилл Кирилл Руи находится в процессе выбора нового ноутбука. Бактан перебирает 2-3 источника для принятия решения. Ему важно узнать и сравнить несколько мнений, которым он доверяет. Виталий при выборе товара изучает десяток источников информации. Он ищет противоречивые мнения, стараясь узнать все нюансы и приходит к решению о покупке, когда получает достаточно аргументов за это действие. К поведению какого героя было бы ближе ваше поведение, в похожей ситуации. Выберите подходящий кружок. Перебирай 2-3. Олег, герой находится в процессе выбора нового луча уда для дома. Игнат перебирает 2-3 источника. Олег, при выборе. Так утюг-то важная вещь. Надо получать достаточно аргументов. За это действие. Утюг. Утюг, а ты не погулять будете. Три-три-три-три-три-три-три-три. Можно подумать, что так много предложений у тюглов. Тык. Поведение какого героя было бы ближе ваше поведение, в похожей ситуации. Выберите подходящий кружок. В социальной сети был опубликован пост об использовании токсичных для дыхательной системы материалов при строительстве нового дома, в который переехали кюры. Автором поста указан Игорь Ершов, научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института геомологии. Антон обращает внимание на то, кто автор публикации. Периодически он проверяет, достоверна ли информация об авторе, который указан в источнике. Александру важно, чтобы автор публикации в медиа был экспертом в своей области. Чтобы убедиться в этом, он может посмотреть историю публикации автора, найти места его работы, учебы. Позвоните ему, можно даже. Ничего себе токсичный материал. Социально-минограмма и токсичная дыхательная система потерял для строительного азбеста общего, в который переехали герои. Автором поста указан. Азбеста, наверное, сделала. Ужас. Ну всё. Токсичный материал. Дык. Дык. В социальной сети была публикован пост о новых мерах профилактики корей, вспышки которой фиксируются в коре, где живут герои. Автором поста. Указан Илья Гребнёв, научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института иммунологии. И важно, чтобы автор публикации в медиа был экспертом. Среди был опубликован пост о новых мерах профилактики корей. Чтобы убедиться, в этом он может посмотреть историю, периодически проверять достоверные информации об авторе, которые указаны в источнике. Сами сей, по-другому, пост о новых мерах профилактики корей, вспышки которой фиксируются в коре, где живут герои. Автором поста указан. Можно созвониться. Или в чате перетереть. Или типа того. А не только навести о нем справки. Прямо договориться о встрече. Это же не погулять больше. Корп, понимаешь, в корде. Та-та-та-та-та-та-та. Геологическая атака практически. В российской сети был опубликован пост об открытии новых видов растений. Автором поста указан Степан Плотников. Научный сотрудник терапевтического научно-исследовательского института агротехноуки. Мне вообще неинтересно. Новые виды растений. А зачем это? Сергей обычно не обращает внимание на источники сообщений в медиа. Как правило, он проверяет квалификацию авторов новостей. Дмитрий общает, обращает внимание на то, кто автор публикации, периодически он проверяет достоверную информацию об авторе, которая указана в источнике. А зачем мне вообще вот это? Новое, новое. Это научно-популярная статья. Понимаю, зачем? Даже это, даже не научно-популярная, это научный проклада результатов НМИТ, это исследование. Автором поста указан Степан Плотников, научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института агротехнологии. Нас это не касается никоим образом. Зачем нам это? Обычно не обращают внимание на источники сообщений в медиа. А вообще не обращают внимание на эту публикацию. Зачем нам это вообще? Путь какая. Новое растение. Она сто людьми питается? Нас-то это как затрагивает. Че проверяет-то, кто это написал? Ну, сбрехнули и все. Даже если не сбрехнули, нас от непосадится. На одной из онлайн-площадок транслировалось интервью, в котором приглашенный гость сообщил, что подписан указ об индексации зарплат на 15% некоторым категориям населения. К поведениям какого героя было бы ближе ваше поведение? В похожей ситуации выберите подходящий кружок. Нас не интересует индексация зарплат некоторых категорий населения. Начало проверил, относится ли он к перечисленным в указе категориям населения. Убедившись, что он попадает под действие указа, начал проверку достоверности пунктов, касающихся его категории населения. Скептически воспринятую реформацию, он проверил все пункты указа самостоятельно, даже те, которые не распространяются на его категории населения. На одном из онлайн-ресурсов вышла новость, что в их выходной будут перекрыты дороги в город. Как раз в этот день герои планировали поехать в центр города. В этот день герои планировали поехать в центр города. К поведению какого героя было бы ближе ваше поведение в похожей ситуации выберет подходящий круглок. Роман обратил внимание, Степан сначала проверил, будет ли его маршрут проходить через потенциально перекрытые дороги, убедившись, что да, начал проверку достоверности этой информации. На одной из онлайн-платформ было опубликовано сообщение, в котором приглашенный эксперт за июль о переходе некоторых мобильных операторов на вышки сотовой связи нового поколения. Одно из онлайн-платформ было опубликовано сообщение, о котором приглашен эксперт за июль о переходе некоторых мобильных операторов на вышки сотовой связи. Максим сначала проверил, приходит ли его оператор сотовой связи на вышки нового поколения. Убедившись, что да, он начал проверку достоверности этой информации. Филоскептические и воспринятые новости он изучил информацию о всех новых бушках, так можно перейти на другого оператора. Можно же на другого оператора прийти. Руслан обратил внимание на полученную информацию, он рассказал новости знакомым, но не стал тратить время на ее проверку. Максим. Максим сначала проверил, переходит ли его оператор сотовой связи на вышки нового поколения. Убедившись сюда, он начал проверку достоверности этой информации, в том числе и тех, которые не принадлежат его сотовому оператору. Соответствует это все новички на выявящей шпылах стол. Он начал проверку достоверности этой информации. Укажите, какое у вас образование. Выберите один наивысший уровень образования. Основное – кандидат. Укажите, у вас общий стаж трудовых действий один вариант. Укажите, какая категория сотрудников соответствует вашей самостоятельности. Укажите, какая категория сотрудников соответствует вашей занятости. Укажите, укрепите все подходящие варианты. Укажите, какое укрепите, какое укрепите. Уговорите, в какой области вы работаете в настоящее время. Отметьте область, который в наибольшей степени соответствует области вашей занятости. Выберите один вариант ответа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уговорите, как часто ваша работа включает числовые расчеты, работают данными и или алгоритмами. Выберите один вариант ответа. Продолжение следует... Оцените свой уровень критического мышления. Оцените, насколько вы верите в сверхъестественные явления. Оцените, насколько вы верите в теории заговора. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Оцените, насколько вы верите в сверхъестественные явления. Оцените... Оцените, насколько вы верите в сверхъестественные явления. То, что... Икона мира точит... Для кого-то это сверхъестественное явление. А для кого-то совершенно... Естественное. Существование... Существование... Божественного... Чуда... Это же естественно. Чудо же это естественно. Чудеса случаются. Как это... Герой фильма... Сказал... Дерьмо случается... Вляпавшись. Ах, пробежку делал по Америке. И дяденька-продавец... Кроссовок... Сразу... Сел это... И сделал слоганом. На вооружение взял. Частично верю. Чудеса. Так... Теория заговора... Частично верю. Там, где есть заговор... Там верю. А там, где нет заговора... Не верю. То, что... Собственности цифицировали... Выбор... Верю. А то, что... Все руководители... Рептилоиды... Не очень... Верю. Хотя... Бывшая спикер... Карламента Американского... Сама заявила... Лично... Что она... Рептилоид... Та... Которая... Речь Трампа... Разорвала... Такая дедушка... Горячая... Еще летала... Китай... А... Нет... Летала... Это сам... На Тайвань... Чтоб спровоцировать... Китай... На военные действия... Такая дедушка... Горячая... Вот... Та... Теория... Затова... Частично... Здесь... Сверхъестественно... Частично... Далее, сохраняем ваши ответы, пожалуйста, не обновляйте и не закрывайте. Благодарю вас за участие. Ваши ответы приняты по проводку. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире, товарищи.